всем привет вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и вышел долгожданный патч humankind версия 517 коротко о самых главных изменениях в нем пошли там дофига на самом деле можно теперь тонко настраивать цвета субтитров и самое главное ваших империй вообще любой цвет из палитры выбирайте вперед при создании карты можно выбрать количество стратегических ресурсов и ресурсов роскоши правда при бета-тесте я это использовал как-то все равно странно распределяется я считаю что им надо первую очередь именно генерацию карты править они количество ресурсов наконец-то не надо выбирать противников а можно поставить просто случайных чтобы игра из тех аватар которые у вас есть сама выбирала перерисовали картинки всех юнитов в зависимости от того какую культуру вы выбираете это действительно классно то есть в зависимости от культуры изменяются изображения не только уникальных юнитов что естественно а вообще всех юнитов и вы чувствуете что вы импер за азиатскую культуру играете или там за африканскую добавили всяческие испытания которые по идее будут длиться месяц вот сейчас идет испытание посвященное дню мертвых и вы сможете потом аватарку если выполните испытание конечно аватар какую-то получить кстати в связи с этим мне что-то вспомнилось по моему годичной давности фотография одной из участниц конкурса мисс мексика который как раз вот в таком макияже ко дню мертвых была сфотографирована где-то наверное часто в видео вам это показываю добавили поддержку сайта с модами мод . ой ол но я все равно не смог к нему присоединиться не знаю может что-то делаю неправильно поправили штрафы и бонусы искусственного интеллекта в зависимости от скорости игры оказывается это не только у фераксис такие проблемы когда они не могут отскалировать по скоростью игры но и амплитюдов так что если кто-то раньше играл на более долгих скоростях и ему казалось что искусственный интеллект слишком легкий то попробуйте сейчас потому что он был легкий именно потому что бонусы не скалировались от скорости получалось что на более долгих ну там знаете эпическая скорость медленная скорость искусственный интеллект слабее был а на более быстрых скоростях наоборот, сильнее, чем требовалось. Влияние от главной площади увеличили с 3 до 6. При этом уменьшили влияние от населения после открытия беспроводного телеграфа и массовых развлечений. Раньше население давало два влияния, теперь одно. Напоминаю, после открытия технологии они в принципе. Изменили формулу увеличения количества необходимого влияния для принятия цивиков, если вы принимали предыдущие цивики. Звучит громоздко, при принятии цивика стоимость следующих цивиков увеличивается всегда в количестве влияния. Вот они эту формулу переработали. Способность империй эстетов изменили, теперь они могут тратить деньги на то, чтобы либо подавить иностранное влияние, либо повысить свой престиж. Изменили показ эффектов загрязнения в интерфейсе, но тут я не могу ничего сказать, потому что до этого доиграть надо, чтобы понять насколько теперь это понятнее. Изменили эффект шаманизма при принятии религии, он теперь будет больше давать веры за количество территорий. Ну, грубо говоря, три территории с шаманизмом дают как одна территория с политеизмом, примерно так. Так что если вы хотите в высокую империю играть, то лучше брать политеизм, а если в широкую, то шаманизм. Ну и вообще количество территорий, необходимых для получения звезд экспансионистов, отрегулировали в зависимости от количества территорий вообще на карте. А то раньше люди жаловались, что, например, невозможно было за всю игру все звезды экспансионизма получить, просто потому что количества территорий не хватало. Кроме того, еще и эпоха на количество звезд должна влиять каким-то образом, но это уже надо в самой игре проверять. В неолитической эпохе уменьшили количество еды, которое дает разграбление логовищ. Раньше они давали 20 еды, теперь 5, что, по-моему, верно. Силу мамонтов увеличили с 13 до 14. Добавили содержание скаутам, ну и всем их производным. Теперь содержание скаута стоит одну монетку. Правда, при этом добавили небольшой буфер в 5 монет, чтобы содержание не сразу било по вашей экономике. Перебалансировали некоторые культуры. Давайте по возрастающей. Финикийское наследие теперь даст минус 25 процентов к исследованию рыболовства и парусов, потому что именно там находится уникальный район Финикии. Раньше это слишком долго приходилось открывать. Харапцам снизили бонус соседства района. Теперь он дает плюс 2 еды, а раньше было плюс 3. Для гунов и монголов увеличили стоимость поднятия юнитов. Ну, подняйте, имеется в виду вот эта способность милитаристов. Они могут в городах сразу как бы создавать юниты. Вот теперь вроде как стоимость должна соответствовать четырехкратной продукции такого же юнита в городе. Кроме того, уникальный юнит монголов теперь требует не одну лошадь, а два. Продолжают бедных монголов нерфить. Румыны, они же древние римляне, теперь получают минус 25 процентов к исследованию технологии имперская сила. Ну, то бишь, четверть науки уже открыта сразу будет. У франков бонус соседства для уникального района теперь действует только на исследовательские районы. Раньше он действовал вообще на все районы. У хмеров забрали одно производство за каждое население у уникального района. Слава богу. Правда, добавили плюс 4 к соседству к реке. Это реально хмерские районы теперь очень похожи на такие же в шестой цепи. Правда, там на веру это влияет и на еду, а вот в хьюмангант на производство. У французов уникальный район теперь дает науку за население, только если в городе включен научный режим, а не всегда. Ну и, наконец, у турок бонус за соседство дает плюс 5 процентов науке за каждый соседний научный квартал. Раньше он давал плюс 300 процентов к науке, просто по факту постройки. Кроме того, этот район теперь дает одну науку за каждого жителя, который еду создает. А раньше он давал просто одну науку за население. Перебалансировали кучу цивиков. Научные факты дают плюс 1 процент науки за каждое священное место или одну веру и стабильность за каждый научный квартал. Чтобы этот цивик появился, вам надо построить хотя бы одно священное место. Религиозные меньшинства теперь дают плюс 10 стабильности за каждую территорию под влиянием иностранной религии. Цивик военные рабы теперь дает бонус к влиянию и производству во всех военных районах. Выбор ядерное разоружение в цивике ядерное оружие снижает у ваших противников желание войны против вас на 20, делая сложнее, собственно, объявить вам войну. Кроме того, добавляет плюс 10 процентов к получаемой славе. Культурное благословление добавляет либо влияние во все ваши города и административные центры, либо в города с ассимилированным населением и административными центрами. И еще несколько изменений в цивиках, которые не настолько важны, по-моему. Очень важные изменения снизили скорость сноубола в конце игры, ну то бишь в последних эпохах у вас не будет так много науки, так много производства, как было до этого патча. То есть теперь в конце и еды больше будет потребляться, и дороже будет строительство в районах. Применен другой коэффициент масштабирования, основанный на исследованиях технологий после средневековья, то есть после средневековья техи будут все дороже и дороже стоить в зависимости от того, сколько вы до этого технологии открыли. Содержание юнитов тоже изменено по скорости, оказывается это не менялось. Убрано снижение содержания для полных армий. Ну опять же это надо проверять в игре, насколько это замедлит поздние эпохи, будем смотреть. В общем-то из важных изменений это все, все остальное касается различных фиксов, то бишь технических проблем, а их там тоже огромнейший список, я наверное оставлю в прикрепленном комментарии ссылку на патчноут, на английском это вы сами можете почитать. Ну и наверное завтра постримлю Humankind с новым патчем, попробуем как оно работает. На этом все, ваши впечатления как всегда жду в комментариях, спасибо, что досмотрели, играйте в умные игры, всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!